Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. В Уральске сотрудник Департамента по делам обороны спас женщину от избиения. Майор Марат Есенов считает, что такие хулиганские действия нужно пресекать на корню. Единственное, что его удивляет, свидетелями избиения стали десятки людей, которые предпочли не вмешиваться. А где вы с ним встретились? Вот здесь он меня бил. Вот здесь прямо бил меня. Больше нигде. Вот здесь бил. Эти кадры заместитель начальника областного департамента по делам обороны Марат Есенов снял на свой мобильный телефон. Перепуганная женщина в порванной одежде утверждает, что мужчина вызвался ее подвезти, а затем начал избивать. Инцидент произошел в обедное время 20 апреля в районе магазина «Жезера». Увидел, что мужчина, из рук у него вырывается женщина в крови, в грязи, на коленях. В виде как... Ну, борьба происходит у них. Она вырывается, он на ней наносит какие-то удары там. Потом она от него убежала, пыталась забежать в машину, он ее вытаскивал. Вот. Ну, мне спасло, наверное, то, что повезло, что он активность такую не проявлял, увидев меня, потому что я был в военной форме. Вот. И он сразу более так успокоился, но все равно проявлял агрессивность. Хотел там еще что-то ей сказать. Я попытался их разнять. Женщину сразу посадил в машину, попытался успокоить. Офицер отобрал у мужчины ключи от машины и вызвал полицию. Теперь в причинах произошедшего разбирают сотрудники правоохранительных органов. Марат Есенов уверен, что любой прохожий был обязан вмешаться, но по какой-то причине десятки людей прошли мимо. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. По данным инспекции труда в Казахстане в 2014 году зарегистрировано чуть больше 2000 случаев производственного травматизма, 69 из которых в Западной Казахстанской области. Об этом сегодня говорили на семинаре в инспекции труда, на который были приглашены свыше 40 представителей крупных и средних организаций. Все подробности в сюжете. Сам по себе показатель уровня смертности на производстве все же не раскрывает всей масштабности проблемы. Как рассказали на семинаре, в прошлом году чаще всего несчастные случаи происходили в сфере строительства и энергетической отрасли. Для нас в первую очередь при погоне за прибылью, при выполнении своих производственных обязанностей, это сохранить человеческую жизнь, чтобы каждый после рабочего дня, после рабочей вахты возвращался к своей семье в целости, сохранности. И максимально уменьшить риски при выполнении их обязанностей, так как все-таки мы относимся к опасным производственным объектам. Одной из основных причин травматизма является нарушение в сфере безопасности охраны труда. Основное количество работников пострадало при падении с высоты на объекты строительства в ДТП, а также в результате поражения электрическим током. Если вернуться к тому, что в прошлом году, то работодателям, конечно, допускались нарушения. Если бы нарушения не допускались, то и травматизма, конечно, не было бы. Но надо отметить, что и со стороны самих работников тоже часто допускается грубой неосторожность. Одним из наиболее характерных и часто встречающихся нарушений вне зависимости от рода деятельности субъектов предпринимательства является непринятие работодателями мер по качественному обучению, инструктированию работников по вопросам безопасности. Работодатели нарушали требования ст. 317 Кодекса не оспечают выдачу, ремонт специальной одежды и угловой работников, снабжение их средствами профилактической обработки. В последнее время участились и имеются факты удержания стоимости СИС и заработной платы работников. То есть, получается, фактически работник сам покупает средства индивидуальной защиты. Согласно букве закона, работодатель обязан обеспечить своих сотрудников средствами защиты за счет собственных средств. В ходе проверок в области безопасности и охраны труда государственными инспекторами труда в 2014 году было выдано 38 предписаний и наложено штрафов на сумму почти 3 миллиона тенге. Олег Великий, Алтамбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Актобе не хватает медиков. Эта проблема существует уже давно. Несмотря на то, что Актюбинский медицинский университет ежегодно выпускает сотни специалистов, их недостаточно. В чем причина этого, пытались выяснить наши корреспонденты. Жандос Есетов в числе ребят второго выпуска врачей общей практики. Родом он из Актау. После прошедшего недавно распределения по собственной просьбе планирует ехать к себе в родной город. Как признается молодой врач-интерн, поначалу медицинская наука давалась сложно. Но осознание значимости этой профессии, поставленная цель воплотить мечту, придавала силы. Вначале было трудно. В дальнейшем влюбился в эту профессию. С четвертого класса я считал стать врачом. Добился своего мечты. Чтобы стать полноценным врачом, студенту надо выучиться в общей сложности 10 лет. Сначала студенты берут диплом бакалавра, затем сертификат о прохождении интернатуры и еще 3-4 года резидентуры. При этом надо учитывать, что оплата в 600 тысяч тенге в год. Не каждому родителю по карману. Отсюда и нехватка профессиональных врачей в стране. Только от Западно-Казахстанской области поступила заявка на 50 врачей. А 89 молодых специалистов поедут работать по сельской квоте. Были подписаны меморандумы с 5 областями Западного Казахстана. Это 4 области Западного Казахстана плюс Казардинская еще область. Они являются нашими основными базами трудоустройства наших выпускников. Основные специальности, по которым трудоустраиваются, это врачи общей практики, терапевты, хирурги, стоматологи. И бакалавры – это общественное здравоохранение, выпускники медико-профилактического отдела. В октябрьских поликлиниках до сих пор существует проблема очередей. И чтобы решить ее, в области каждый год открывается по 2-3 поликлиники. Но несмотря на это наблюдается большое количество недовольных пациентов, желающих бесплатно пройти медицинское обследование. Бывает, стоишь по 2 часа под дверью ее, чтобы справку продлить. Тоже оставляешь карточку, а потом уходишь на второй день приходить надо. Когда моментально можно все вот это делать. Порядка нет. Причина кроется в нехватке семейных врачей. Сейчас бывшие терапевты лечат и взрослых, и детей. И несмотря на свой статус, они не являются настоящими специалистами. А квалифицированные семейные врачи диплом получат только через несколько лет. Алина Тимребекова, Султан Сагимбаев, ТТК-42, Зактубе. В Уральске прошла выставка инновационных работ. В ней приняли участие ученики с 7 по 11 класс Казахско-Турецкого лицея. Вниманию зрителей было представлено много интересного. От химических экспериментов до инновационных роботов. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. Первое, на что обратили внимание посетители, множество разнообразных роботов, выполненных из подручных материалов. Стоит отметить, что все экспонаты представили сами авторы работ. Это очень легкая гитара, которая сделана из 238 деталей Лего. В этой гитаре есть два сенсора и один медиум мотор, и главное – программный губ. Мозг этой гитары. Свою работу представили и химики. Они показали интересные эксперименты из подручных материалов от продуктов до растений, демонстрируя вниманию зрителей интересные природные и химические свойства. Ребята рассказали нам, как довольно необычным способом можно красить цветы. Цветок впитывает в себя краситель и с водой. Вода испаряется, здесь есть свои устья, которые испаряют воду, а краситель остается. Из-за этого краситель красится. Всему этому ребят обучают в Казахско-Турецком лицее. Участие в подобных выставках ученики принимают ежегодно. Цель проведения таких смотров – обмен практическим опытом среди школьников. В Казахско-Турецком лице мы стараемся, как его, европейский опыт, зарубежный опыт принимать. Есть такой термин тоже – PBL – Project Based Learning. То есть обучение с помощью проектов. Здесь, например, когда изучают предмет химия, и вот ребенок, например, строение… Как мыло состоит, например, а если ребенок сам это мыло сделает, вот это же уже на практике показывает же это, да, вот это ему поможет и в будущем дальше. Как оказалось, от представленных работ и опытов немало реальной практической пользы, которая может пригодиться в быту. Очень интересно, что с помощью обычных лимонов можно получить электричество. Все дело в том, что лимонная кислота, вступая во взаимодействие с медью и цинком, образует электроны. С помощью прибора вольтметра мы можем видеть, что один лимон может дать 0,5 вольта, а с помощью десяти лимонов можно зарядить сотовый телефон. Это далеко не последняя выставка. К следующему показу ребята обещают подготовить еще более интересные экспонаты. Марина Горбук, Дориан Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин